Мы снова вместе, мы снова рядом. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус и Ведьмак. Обыграли в прошлой серии Барона, но хоть что-то было хорошее. Кстати, тут что-то взять можно. Требования Нильфгардцев, а ну-ка. А ну-ка, давайте прочитаем. Требования. Твои проблемы со снабжением нас не интересуют. Мы заключили договор на вполне определенных условиях. И от имени Нильфгардской империи требуем их выполнения. В противном случае наши взаимные обязательства будут признаны недействительными, а твои привилегии аннулированы. С уважением и бла-бла-бла. А тут у нас Риданская подорожная грамота. Именем его королевского величества Родовида V, короля Ридании, податель сего может беспрепятственно проходить через все посты, расположенные на реке Понда. Но это нам как раз-таки Барончик и выдал в прошлой серии, которую, в принципе, закончилось хотя бы хорошо. Мы в итоге выиграли карту, чего-то-то добились. А то было грустно и печально все, в плане, что столько монстров попалось интересных, а что с ними делать-то, с этими монстрами? Их убить нифига невозможно. Нифига их не убьешь. Давайте пойдем уже охотиться на ведьму. Там, говорят, интересное. А домой к Трису, а ну-ка, это куда нужно идти? Это на карте мира. Я так понимаю, вот сюда, да. Домой к Трису, но мы еще к ней заглянем обязательно. Давайте. Охота на ведьму. Мы уже даже переросли это задание. Дополнительные погребальные костры. Хотя погребальные костры, но это, опять же, к Трису, когда пойдем, там выполним. Когда к Трису пойдем, это вот на пути будет. Там, рядышком с ней. Это, в принципе, можно будет там выбрать. Очередной моральный выбор. А, еще с сержантом же сразиться нужно, точно. В прошлой серии еще нужно было сразиться с сержантом. Это тоже мы сделаем дополнительные ведьмачи-заказы. А, Клокотун, подожди-ка, тоже рядышком. Его аж можно выполнить. Да, это прямо здесь задание. Давайте пойдем сейчас подеремся для начала. То есть план заданий у нас сейчас такой. В первую очередь с сержантом все-таки сразиться. Раз, да. Идем с сержантом драться. Где он там в этот раз? Тебе здесь делать нечего. Че? А куда нас ведет задание? А, не с этим сержантом все-таки, да? Все нормально, ладно. Допустим. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это. Тряпичную куклу? Ага. Главное, наверное, чтобы она ничего не весила. Была квестовым предметом. Ну, с чем пришел? Да ни с чем, собственно, просто проверка связи. Прощай. Прощай, я ничего не обещал. А вот он и кулачный бой. Уже непосредственно нужно с распорядителем поговорить. Кровавый барон на вас знает. Это ведьмак. Я готов. Вот он букмекер. Глядите, кто у нас тут. А барон знает, как его люди тут развлекаются. Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Кирова ставит. Все время проигрывает. Ну что, на ведьмака он будет ставить сегодня? Давайте на всю катушку. Начнем. Максимальная. Ну, давай. Я в себя верю. Я уверен. Ух ты, как сходу. А че так сходу-то? Ну, давай. А он-то сложноватый для нас, да? То есть пару ударов, и он меня, судя по всему, выпадрожит. Ну, если я вот так вот аккуратненько на контратаках его буду ловить. И заставлять все силы тратить. На контратаках даже не обязательно. Будем уходить от тебя. На! По бубенцам тебе, да? Есть что сказать напоследок? Оп! И даже он удар не сделал ни одного. Это сложно, вообще. Кулаки ярости. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Спасибо. Спасибо. Признательно. Мне мало. Я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну. И хер я ложил на всякие запреты. Классный бэхмекер. Чего? Все, бабло мы получили. Задание выполнили. Теперь охотьма... Охотьма. Охотьма! Да. Ну охота будет, конечно же, сейчас. Но не на ведьму все-таки. Немножечко отложим это задание. У нас... Клекатун! Клекатун, Клекатун тут ближе. А потом к ведьмам там все рассказывают. Хвалят эту ведьму, да? Говорят, айс, ходи, дружище! Айс, ходи! Айс, ходи, дружище! Айс, ходи, айс, ходи, айс, ходи, ты! Так, давай, гномик, с тобой поговорим. Так, покажи мне свои товары сейчас. Я хочу посмотреть твои товары. Ну, вообще, мне тебе... Ну, я обещал забыть. Все, я стер уже. Я все стер. Просто ремесло. Камзол, камзол, камзол. Охотника за головами, камзол. Военная кожаная куртка. Ну, могу я, конечно, смотаться... Вернуть доспех этот, купить, да? Обратно. Вот, выкупить его, скажем так. Выкупить броню, потом найдем. Снаряжение. Подожди, а что у меня тут сапоги топорника не активны? Бывай. Бывай. А, их отремонтировать там он предлагал. Все, елки-пот. Забыл. Эту чудищу давай. Поохотимся на эту чудищу. Моя твоя понимать. Моя твоя тоже так говорить иногда. Гунган. Это дело такое. Гунган, возможно, это и есть мастер-ситх. Слышали такую теорию? И что такое слово? Повелись! Что, возможно, гунган изначально планировался как самый великий сит. А ты у тебя как творог белый. Привет. Здравствуй. Я насчет заказа. Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскай, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй. А он у его милости в охотниках служил. Сказал, что с него хватит. И что он эту бестию прогонит. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Взорвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня моего в могилу собирали. Жестоко. Так, а ну-ка, давайте поторгуем. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Так, бонусная ставка. Ну, давай 270. Вот так вот. Больно много вы хотите. Да тут вообще какую-то бонусную ставку они мелкую дают постоянно. Еще из-за этого даже торговаться не стоит. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Все, погнали. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Бухает, короче. Где его искать? А тут он. В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла. Вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Так, в хозяйстве. А, да. А, нет, он еще маленький, да? Оставь меня. Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил. Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха. Только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу. Наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дура. И... И стонет. И кричит. Я хотел помочь. Но как? Как? Давайте его успокоим. Спокойно. Спокойно. будь здоров малыш ну возможно это как раз таки за счет того что я прокачал да этот знак и так появился вариант диалога у кого не было такого варианта может написать кто не качал этот перк все может так конечно тут говорят по крышам нужно было побегать еще давно все вы я это откладываю все я это ну где-то там все это мы в принципе успеем но папа продержи я надеюсь сейчас мы квин давай включим на готовку сейчас выполним все таки задание а там дальше будет ну тебя эти пну щас такое гузно что век не забудешь и сапог потом забудешь что остался у тебя так от вани так быстро сразиться давай 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 какой-то заданец а далеко идти нужно запек мне тут рядышком отлично выходи сойдемся в поединке давай сначала с собственными сапогами сойди выходи говорю я рон вид из малого луга связанный священным обетом сочувствую что ради прекраснейшей девы ягодки 100 рыцарских поединков проведу обнажи свой меч как можно скорее ибо я спешу у меня еще 99 боев останется напоминает мне что-то из сериала это да но не будет школьных и не смотрятся именно со мной я твои деве ягодки никакого неуважения не проявил так признай же что дева ягодка всех где на свете краши даже в глаза не видел честно и прям сразу да я еле успел руку к мышке подвести я то люблю во время диалогов на самом деле вот кто заметил я порой до хватит сразу отвечаю да в этот раз тебе повезло но когда мы сойдемся снова давай сейчас сойдемся снова уйди просто с глаз возвращайся к деве ягодки пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости мы еще встретимся давай давай так вот во время диалогов я порой ну бывает такое убираю мышку сижу я во время роликов люблю да такое делать опять же кто там смотрел лару помнит видео какой-нибудь идет я я сижу наблюдаю щечку подпер любуюсь ларочка и торопись а там бац и и и нужно реагировать как можно быстрее в общем примерно такой у меня тут тоже случается нос почесать например вот как часть пока плотва сама скачет чешешь носа там что-нибудь случится ты от экстрим но успел не так быстро в этот раз успел все хорошо собака ее точно осмотрена до крови дрался до последнего лютый пёс следы путаются монстр зашатался наверно он был ранен кровь монстра как же он правильно называть какой-нибудь водяной до ну к речке так-то следы идут нет 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 ну чё это речка озеро ров так 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 пока обыскивать ничего здесь не надо идем просто по следу попутно собирая всякий полезный можжевельник следы ведут в пещеру куральниск искать пещеру ну пошли пещера как пещера звук откуда-то сверху а я пока монеты собираю о реально петух выкури его бомбами выгнать только труна из логова с помощью бомбы самым картечке танцующая звезда то есть нужно туда ее зиму забросить да ну хорошо так это что ослепляет противника радио взрывы гнеза чудовище давайте вот дыма похоже он сбежал через другой выход надо его поймать пока он рядом так на всякий случай факел выбер не относится лучше лучше арбалет ну чтоб бомбу случайно не слить вот он теперь не уйдет это чудо петух такой огромный а ну иди сюда платва 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 твои услуги нужны хотя он в принципе не уходит да далеко он здесь просто кружить будет так кровотечение раны нанесенные зверем вызвали кровотечение проходит далеко не сразу и вызывает потери очков здоровья если у вас есть эликсир и ласточка или едает питьё с их помощью можно вспомнить очки и восстановиться после кровотечения кроме того вы можете наложить знак квен и немедленно убрать все эффекты снижающие очки здоровья в игре вы можете подвергнуться воздействию других эффектов подобных этого течения все действующие в данный момент эффекте эффекты показаны под вашей школы здоровья в меню быстрого доступа так же окей то есть в меню быстрого доступа тоже это есть да все а ну-ка пошли отсюда давай делай натиск нет так с дрифоном не хочешь горит чертяка ух ты до кувырок больше с монстрами нужен а против людей уворачивается либо назад никто не помогает так кровотечение прошло ждем 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 пока хп восстанавливается потихоньку достал все равно ласточку можно использовать пока поберегу ее так и есть еще кусок мяса хоть это смысла и нет делать но но съешь давай нападай петушара лети на меня чтобы приземлился поближе все горит 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 ген краснолюдский топор релик ну и трофей естественно сейчас такой эффект он дает посмотрим доставай свой ножичек или братишка или получить награду заказчика топор двуручный топор действительно 25 процентов урон при критической атаки и пробитие доспеха плюс 100 классная штука кстати мне нравится такой вариант оружия чаще у меня реликт или вот она плотва из клобещенской бабу он сразу применился модификатор шанса отрубить конечность блин а чё трофей такой же как считай и грифон эффект только там процент по-моему другой был а в целом эффект такой же ну что поехали с другой стороны объедем получим награду завершим это задание пойдем уже к ведь поедем уже к ведь на нам ближайшие задания короче поедем вот как-то так кстати а гонки здесь же есть гонку можно их выполнить правильно там улучшение все таки для плотвы добыть мы уже видели ну так себе эти гонки мы можем поговорить морщине че только коротко и по делу я болтать не люблю я радко устраиваю здесь во вроницах скачки ты сам слышал хочешь попробовать скажи не хочешь проваливай давай я в деле я хочу записаться за цирика нужно описать просто приходи на закате и приноси золото для ставок правила просты выбираешь соперника с кем хочешь держать заклад делайте ставки потом скачете туда и оттуда то первый тот и молодец кто второй того нахер x кем ты хочешь гоняться с матюхом заикой с гансом железным гузном или с черным богдан интересный вариант давай заикой хотя мне кажется он сейчас будет самым крутой дядька будет матью заика вот увидишь я тебя бы выкладывайте ставки и поехали нехорошо но здесь смысл закладывали интересный насчет я те у так со стартом задержался я он притормозил так мешаем ему чуть-чуть поворот не вписались ручника не дал нормально а шла пошла у нас хорошо идет лошадка вот и все скакал вот они так быстро энергия заканчивалась пришлось так чуть подрезать его слава не честно что сделаешь видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твое золото а как придет охота снова погоняться ты приходи еще поскачет так кроны а ну-ка как будешь со улучшение нет давай 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 я хочу записал вот седло не нужно ничего писать просто приходи на закате и приноси золото для ставок давай мое почтение седой ты хочешь гоняться с матю хамзаикой с гансом железным гузнам или с черным богданом ну давай с гансом христианом андерсона пойдем ганс посмотрим насколько у тебя жопа железная а по жизни провел на коне а вторую половину на пони меня не обскачет когда на усликах присаживаться и поехали или ослы у тебя для других целей так дорога такая же да прячка хорошее имя но плотва лучше подрезаем это жрать хочет так на массу а я нет 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 надо было отдохнуть но не сейчас же пропускать тебя все пошел нафиг у него тоже лошадь устает кто правильно рассчитывает свои силы тот и выигрывает ну или кто мешает сопернику пройти вперед глотай мою пыль железно задай славно славно видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твоя золото а как придет охота снова погоняться ты приходи еще поскачет но все-таки из цири там была такая тема специально до что рассчитано было прям впритык седло для скачек вопа лучше энергия здесь кроме эффекта другого нет улучшенное седло до меньше устает а это прям для скачек 40 так вот там впритык энергии было и соответственно проиграть практически невозможно буду к если на старте профукать момент истины 125 стоит здесь 300 трофей здесь 200 ну что еще погоняемся давай будешь состязаться или нет давай 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 я в деле ничего я хочу записаться не нужно ничего писать просто давай 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 из пришли мы уже мое почтение седой так с кем ты с этим афроамериканцы в этот раз я прокачусь черным богданом это правда прокатишься ну выкладывайте ставки и поехали так а ну-ка подожди-ка секунду а все нормально записи с а то мало ли вдруг сейчас что-то у меня сработало а включил я запись а чё там летает сейчас над нашими головами у вас не смущает это люди добрые загони кобылу загони так мы чуть отдохнуть дал и в принципе сейчас сейчас мы должны быть на первом месте уже все не загонишь интрига но мне энергии хватит что прям ну хотя можно было уже с новым седлом не экономить так сильно нам что деловой на прямки решил чесать с нами такой номер не пройдет а даже работает у так пути сошел золото пропало хочешь отыграться езжай еще раз давай 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 сыграемся чем будешь состязаться или давай 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 я хочу записать да не нужно ничего писать то есть предыдущие небольшие такие средства я не прощали хочешь гонить давай 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 в этот раз я прокачусь черным 25 ну выкладывать деньги не столь важны сейчас для меня жаль его рубануть нельзя мечом ух ты тут и испытания еще подобные интересно пошла блин не прижимается к обочине но ничего сейчас мы тебя обгоним энергии хватит уже до финала забавно просто я заметил что в предыдущих двух они мне вообще не засчитали до срезочку это маленькой такую безобидную срезочку славно славно видать ты не только в чудищах разбираешься но и в лошадях вот твое золото а как придет охота снова погоняться ты приходи у вас еще есть бонус каких нет все исчезли кроны получили но правда не отыгрались но не в этом счастьем счастья что мы такие же шторы получили такие же шторы но хотя бы плотву улучшили саму малость давай погнали по скачки выполнил как ребят доска читы но не тормози я снял джимал привет насчет заказа или катун вас больше не тронет спасибо мастер ведьма будьте любезны ваша награда немного как говорится курочка по ярмышка а ну-ка сохраните деньги для шинка пройдите границы деньги и взял под свой кровь сироту так что тебе золото пригодится больше чем не говорят ведьмак не человек чувств не знает спасибо вам от всего сердца я как-то переживу в принципе по деньгам мне не жмёт для катун вы тут найдите видов и а теперь ищем ведьму да получается задание только охота на ведьму костры это домой заглянуть в 3 с дополнительное задание защитник погребальные костры то есть осмотрел на всех случаях еще раз таинственные следы ну плавали знаем ну и задание кота тоже вряд ли мы найдем ладно охота на ведьму все погнали туда быстрым переходом не надо можно в большие сучья быстрым переходом добраться хоть здесь и расстояние небольшое но туда таким вот образом мы сейчас доберемся а потом поедем на коне причем много вопросиков по пути к ведьм еще всякие второстепенки поуполняем то есть вот сюда заедем на побережье я думаю мы и вот это уже болотную тварь сможем наказать но потом в ту сторону как так три из поедем уже по ходу разберусь отчет из-за спины всегда едешь не можешь с той стороны куда я иду чтобы нос совпадали наши интересы вот 20 бесполезное создание да в принципе да но то как таких мышей побольше подвинули чуть собаку о там болотники так ладно давай успел так-так-так-так-так-так главное в окружение не попасть танцую всех собак круга собак но минус 1 уже есть еще минус еще минус а я 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 погнался за убийством этой собаки не следил за своим здоровьем это плохо зачем зачем-то не ну было прикольно хотя здесь огонь нужен был мы хотела разметелить всю эту стаю без огня и сказать да можно и без здесь массовых атак можно только нужно быть осторожным давай плотва иди сюда сейчас мы пойдем утопленников гасить бучки под ноги бросаю берет плотва кто так делает россказни врагов нож за какие грехи наказали просто так брутан ты че так ладно ну-ка так спокойно все шли вон шавки шуливые у нас здесь сейчас другая вечеринка намечается обновляем знак хоть кто-то да загорится я знал нет отлетели когда не синхронно это делается хорошо так проверим у кого здесь мозги были у кого нет он тут куча безмозглые все правильно тогда все верно от собаки больше пользу а ну вот этот мозговитый да он не лез в драку он делал вид что он не видит нас вот согласен у него мозг есть так собираем точечки охотничьи штаны еще шнурок здесь лошадиная шкура а промокший листок кстати еще какая-то милая висхи мы не сумели заплатить за себя и патрика так что посылаем только малыша знаешь что тебе сейчас тоже тяжело что у тебя трое своих детей если бы я только могла я тебя не просила его приютить но здесь вели да ты бы все равно не поверила прошу тебя позаботься о патрике как о собственном сыне мы его заберем как только кончится война до хранят тебя боги за доброту хана у патрика в мешке кашель с деньгами ровно столько на сколько мы договаривались проводником ничего больше им не плати малыш боится темноты если можешь оставляй у кроватки зажженную свечку ах и малыш и он оказались в итоге мертвы записки разбойник говорят разбой выгодны не приносит да я больше ерунды в жизни не слыхал приносит чтоб я сдох взяли мы тут в оборот одного деда так у него товару столько что его за год не пропить хоть бы мы одни махамский спирт жрали и белым баклерским запивали что-то там этот старый сморчок плел что нас боги покарает и все такое прочее я уж старого отстал чтобы в сказке верить ну и айда в навиграад продадим что взяли и будем жить как короли чё ж вы там взяли комбез лучника какой-то все не густо не густо комбез по состоянию хуже но броня даже лучше чем вот этого вот замечательного доспеха среднего ну берем легкий тогда доспех черный но фидеваем легкий доспех штанцы 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 и броня хуже и как-то тяжелый доспех штаны топорника но пока я доспех какой-то тяжелый легкий не заморачиваюсь у меня не вкачаны там да вот эти навыки каждый элемент когда место будет это все конечно прокачается перспективе и что дальше тут еще вопросик по пути у заданец и кстати даже есть на пути вот здесь вопрос есть какой-то домик на побережье о нем наверное расскажут нам здесь на этой доске но раз вопросика нет я туда не полезу сейчас ух ты ёлки пол теперь только скослава разговаривать нильфы что как упитанный парень что вам сделал этот человек смог от торговец и чего деревню зашел колечко на хлеб поменять только есть у нас ничего из-за черных поля вытоптали разграбили амбар и сожгли сады вот вместо хлеба и получит петлю люди неужели вы меня не слышите я этой войны не хотел я обижал чтобы домой вернуться к жене и ребенку возьмите все что у меня есть только жизнь оставьте ну я на самом деле бы его все-таки оставил отпустите его мимо еще и провианту в дорогу дать коня сообразить черные нам пощады не давали так и от нас ее не дождутся но не конкретно живу блин ну и этих тоже крестьян разметеливать это не самое лучшее дело до на если будьте здоровы делайте что хотите уж мы и не боюсь они сразу повесят не но я надеялся что я отойду а потом снова смогу поговорить некрасиво так делать мне не нравится такой вариант это был эксперимент мы этого не видели а тут письмо есть еще я потеряла предыдущих воинов с нордингами отца и брата прошу тебя вернись ко мне а то боюсь что потеряю еще и мужа наш маленький маленькая битрис отца я знаю что грозит за дезертиста но знаю что некоторым удается вернуться домой мы укроемся в хозяйстве и фана и там ты спокойно дождешься конца войны вот про что я говорю когда рассказывал что не хватает ясности до выбора диалога если думал что он просто отойдет потом можно будет заново начать диалог сказать я передумал нет они его просто сразу вздернули все а я этого не хотела сделал этот был бы вариантом он будет вздернуть сразу я бы не нажал бы будьте здоровы отпустите его мимо еще и провианту в дорогу к нему ведьмах причем отвечает вообще черные нам почти даже не пугали так и от нас и я не дождут я пробовал по-хорошему а можно же его поспорить их можно он простой человек что вы к нему пристали я понимаю что крестьян тоже нехорошо убивать но как-то они здесь агрессоры вот без обид в масштабах войны их можно понять но оставайтесь людьми да крестьяне нехорошо на контратаке как-то не ловится никто же не узнает что это я сделал так спасибо если бы не ты если бы не я погиб бы только один ты правда едешь к жене да прямо перед войной у нас родился ребенок девочка я ее назвал беатрис честь бабушки почему почему ты мне помог потому что не люблю самосуд иди давай пока не перейдешь и руку держись подальше от деревень и больших дорог но это как-то понятно что это зло это зло как я говорил в принципе так при четырех если что убивать он то вроде бы человек такой не агрессивный эти уже озлоблены ребят им помогли озлобиться тоже сложный моральный выбор кто прав кто не видит виноват вот данным случае ну какие-то жуки опять и либо работница иди сюда а а а а а а а там еще одна работница ножа и топорах знаете все-таки знак как бы это поможет нам не знаю насчет какой вариант выбора вот дать им повесить его или не давать им его вешать лучше но вот в данной ситуации если все-таки они лезть глубже то что понятно они озлоблены на всех и крестьяне не правы и считают что порой люди вынуждены воевать они он может быть и не хотел бы вступать в армию он может быть и никого не убивал а вот они войны кстати а и хорошо ты уходишь от одного удара получай молодца убивать то есть эти уже под агитацию попали хорошо на себе все таки мне кажется это вот действительно было меньше и золь там как сказал ведьмак так как точнее как был вариант ответить это больно я думаю ты не допрыгнул один из вариантов ответить меньше хвостиком махнул не успел хвостиком домахнуть я все-таки раньше ударил в бестиарище заглянем калекатун и куралиск это на самом деле да вздорные пересуды приписывают куралиску как василиску способность убивать одним лишь взглядом это полная ерунда взгляд куралиска для жизни опасен не более чем взгляд разозлившегося гуся гораздо более следует более опасаться его клювы длинного хвоста которому наносит поистине смертельные удары картечь масло против драконидов у меня такого и нет знаки кликатун казалось ничего нельзя сделать и крестьяна придется привыкнуть жизнь эта история этого именно кликату на вот монстр в большинстве случаев одной только численности эдриак достаточно чтобы отогнать или убить атакующего однако в схватку самым опасным противником посылают специально для этого приспособленных самых сильных и крупных особей эндриак воинов единственная задача этих существ сражаться и защищая границы колонии завоевывая новые территории и волга эликсир и масло против инксектоидов блин ёптель моптель инксектоиды у меня есть такие вообще похожие масла где они масло 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 зверь против зверей против проклятых против трупоедов против повешенного против людей все причем против людей можно даже сразу сделать вот так против людей единственный вариант увеличить силу до маслица налить и все остальное мы не знаем кто выскочит откуда выскочит так 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 слюна чудовище и сокровищем чертежи длинный меч румниками все мощь и гни этого оружия шанс вызвать отравление но у меня в оружие сейчас вставлено все что только можно а а подожди оружие 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 вот она новая искать по урону выше да представляете круче чем мой стальной меч школы змеи помощнее будет на данном этапе то есть нужно все таки его улучшить необходимый уровень 2 пока тогда возьму и отремонтируйте пока походим с мечом попроще и я маслица не бросил все идем дальше следующий вопросик по дороге идем дальше также следующий вопросик по дороге спокойно как шли так и идем платву не вызываем она сейчас пока прибежит мы уже дойдем до этого вопросика сами надеюсь там людишки до лагерь бандитов отлично не отпускай его что-то с луком там своим не достаешь давай вот так сейчас попробуем тебе успокоитесь какой стоп-кадр маленькая дубиночка ну бывает не повезло парню с маленькой дубиночкой что сделать кому-то везет кому-то нет вот у ведьмака дубинка что надо да в облике зверя новая статья в бестиарии они вошли в его хижины стали искать сперва они набросились на его вложи простыня была покрыта сухими веточками это было первое доказательство ибо когда волкалайки возвращаются на рассвете после ночной охоты то приносят с собой на ногах мелкий лесной мусор второе доказательство они нашли под кроватью шкура волка волкалак без сомнения надевал ее когда перекидывался при заходе солнца и оставлял ее под кроватью превращаясь человека на следующее утро найдя эти убедительные доказательства они отбросили всякое промедление начали охоту поклявшись найти волкалака и заковать его в цепи из серебра чё там про волкалака статья в бестиаре проклятые уль ульф хеддин это покруче всяких волкалаков до улучшенная версия хотя бороться точно так же против ревун крикотун все с вами ясно маслица освежим и оружие подожди я же подобрал там еще новое оружие но похуже на это я не могу использовать просто ну забыли тогда это забыли вы скоро седьмой левел но седьмой левел то пустой левел да я помню он ничего не открывает в плане возможностей пустой левел а тут как домик все равно ой да ладно не я думаю уже не вылезу отсюда что это это что у нас здесь сейчас хата в лесу просто быстрый переход хата в лесу повешенный не судя по всему просто куча мусора ой 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 семья жила то есть судя по всему главу семейства повесили а что с этими справа фиг поймешь как загадка номера миссия будет связана с этим домиком сюда если что как раз быстрый переход еще одни бандюки welcome welcome давай отлично обожаю вас лучники есть у вас нет ну сколько мне еще ждать я даже не буду щит используя сейчас иди сюда и иди сюда давай еще будешь красивая коль я думал что но пополам разрубит но нет он сделал даже как-то поинтереснее чистое серебро и сер вообще улов маленький уловчик там небольшой так идем дальше это лагерь интересно но вопросительных больше на пути нет уже просто дайте в эту деревушку и все расспросить конечно же расспросим для начала чего они расскажут а потом только к ней заглянем о одессе еще один лагерь как раз который не был отмечен как раз который бы скорее всего отметили после посещения деревушке это да лучники вы надоели сейчас сейчас я твой кошель буду использовать для хранения монеток сейчас твоя машинка превратится просто хранилище для выбитых зубов твоих товарищей средневековье этим промышляли до выбивать зубы и потом делать из них протезы давай еще давай 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 как будет заниматься ведьмак ремеслом с этими уже останется вне кадра рецепт еще один ком без лучника но он чуть похуже было бы круто если оружие лучше сразу бы так загоралась какой-нибудь отметина мол типа это оружие лучше чем то которое у тебя сейчас есть все и проверять на лучше когда такое есть в играх кайфово так возвращаемся на дорогу и начинаем потихонечку боги от нас отвернули а вы сами неизвеленно верно говорю верно откуда будете родом из риве из риве и теть твою дать какая недалеко от деревни колдуньи живет знаешь ее а знаю знаю ну тоже не здешняя но возговорчая чем прежде а глухая была как пень и злющая где ее найти идите на пруд там когда-то дикие лебеди были от пруда хопинка ведете пойдете по ней до большого камня его дьявол бросит у которого мужик обманул он сказал будто это большое яйцо а потом направо в лес ну как пройдете мимо брошенной телеги там рядом и хатер благодарю за помощь я так понимаю тут вообще можно с любым было поговорить разницы нет так но я слышал как вы говорили о ведьме я бы хотел вам послышалось и вообще далеко вы что-то забрели тут одни бедняцкие хаты возвращайтесь к на большую дорогу откуда пришли у вас какая-то секта по-любому тут ну-ка сейчас обирать не буду но заглянуть стоит о бронник надо бы его другой раз колдуньи послать может и от линии его вылечит здравствуй матушка и вы здравствуйте сударь чего вам надо у меня дело к вашей колдуньи не знаешь где ее найти я то сама к ней не ходила а мужика моего спросите на той неделе так ему крестец прострелила он двинуться не мог а от колдуньи вернулся здоровенький где его найти верно на крестец составляла уж не болит ничего а он все равно ленится набрал бы брусники хоть бы детишки поживали у марьян это мужик умеет о семье позаботиться наловил водяных крыс нам много дней еды хватило или я просто очень везучий на самом деле я поговорил сразу с тем с ним нужно было я что знаю кто ты такой ведь не важно главный человек хороший защити себя сам не выходи из дома без надежного самострела марки габриэль коль первый выстрел твой то слово за тобой ах маркетинг сила хочу чтоб ты кое-что для меня сделал сделай мне одну вещицу но это останется за кадром так кавалерийские штаны кстати могу сделать их сейчас потратить немножечко хлама ну вроде бы не советуют с другой стороны можно их и сделать что да ну ладно не будем не будем грешить будем делать только наши родные доспехи а тебе продадим так в снаряжении снаряжение снаряжение а подожди это починить вообще давай все починить снаряжение все за 137 окей договорились теперь мы тебе продадим ты у нас бронник тебе вот рубаха висит доспех все идет к тебе куча оружия ну я хотя бы могу переносить еще хотя можно продать тебе и оружие ну хотя бы хлам кирка ржавый такой вот хламчик хоть продадим чтоб легче было ходить остальное уже потом у него есть вторая карта следуйте за подсказками на карте купим конечно же еще карту для гвинта у него ничего нет к сожалению ржавый на балдашник для молотка ну и все давай сыграем в гвинтащу давай на максималку и чай не хочешь мое везение торговли и связано это все таки с с ценой или чего у нас о севизмунд это как раз таки шпион достался мне конечно же добавляем шпиона боец синих плюс 1 у меня боец синих есть вроде бы да это обалденно у меня их 3 штуки уже гребаную пихтуру тоже можно взять осадного инженера тогда давайте в топку всего пока что тебя в топку чучело хорошее дело избавимся от тебя от тебя на рукоблуды вот эти вот останутся хотя у меня он один они кайфовые вроде бы вместо тебя я назначаю просто как почему они разные тут отмечены уберем пихтуру посмотрим 22 карты так и оставим с такой колодой попробую сыграть с шпионом и чучелами погнали чучело остается пихтура блин вот этот братец ну пихтуру тогда меняем еще одну чучело можно слить первый раунд в данном случае ему давай мороз заменим второй раунд выиграть он играет солнышками да у нас окей хорошо ясно солнышком погнали шпион шпион шпиона ты хорошо это я как знал что два чучела брал это ты дядя молодец это ты дядя мне нравишься сейчас я забираю у тебя его я еще и выиграю в итоге этот раунд походу сразу тебе кинуть шпиона тоже давайте в первом раунде действительно тоже шпионом выравняем шанс может бы мне еще дали шпиона но нет к сожалению шпиона мне не выдали так кавалерию выставляет выставляет кавалерию я могу вот сейчас использовать тебя красиво так морозец хе-хе-хе-хе да ради бога не жалко мороз и солнце день чудесно да и теперь вытащить этого монстра обратно дальше играем через лучников у меня их много целиком и полностью с тобой согласен можешь через арту ну такая у тебя артиллерия у тебя колода слабенькая походу у тебя шпион обалденный а все остальное слабенькое то есть ну не сильно удивляешь в этом плане мороз сейчас тебе даже и не нужен был против тебя мороз то играет ну давайте ладно арту потратим все равно инженер я убрал вообще из этой колоды в данном случае выставляет пехтуру ну окей давай чтоб наверняка но он сдаст а сейчас да да а если бы не походил мог бы попытаться и добить чучело мы уже использовали поэтому отбой получаем еще одну карту кстати арта вот вот бомбезная арта тоже с улучшениями массовыми пехтуру мне кажется у него вот такие остались хотя если у него все вот эти сейчас остались он может неплохо зайти а благо у меня есть монстр который сожрет нет нет у него хлам остался если мы выбираем он мог бы кавалерию в предыдущем раунде у него как раз там была возможность использовать но он все то есть я даже монстра могу не выставлять я выиграл мы получили карту однозначно деньги взяли мгла ну так себе конечно карта сойдет может сейчас у торговцев что-нибудь найдем День добрый ты говорят знаешь где искать местную колдунью а нет это не то сказал жена твоя глупая бабища оставьте меня в покое а баба мою не слушайте потому как заговаривается она у нас давно ни колдуньи ни знахари ни вещи бабок не осталось точно и подумай вы значит спрашивали как колдуньи пройти за деревней найдете брудик а от него тропинка пойдете той тропинкой пока не наткнетесь на одинокий камень обойдите его и сверните стропинки в лес а там ищите разбитую телегу спасибо только злая не причиняйте суды мы тут про таких как вы слыхали то есть ну про таких что колдуньи жгут хм значит и у вас охотники за колдунями побывали нет но слухи про них ходят и как я вас сударь увидел с этими мечами так сразу и подумал значит правду говорят я ведьмак а не охотник за колдунями что а это не тоже нет ничего я вашей колдунии не сделаю ну вот и хорошо ну вот и хорошо там пацан какой-то агрессивный на фоне заметили ну умная аж страх и собой не дурна если кому худющее нравится спасибо за помощь будет нет уже нет пацана когда геральт говорит там пацан прикольный был а я сегодня так ну мы к тебе зашли старушка тут ли когда лучшие времена фишка в том что в поселках вот так вот можно найти порой даже что-то интересное в домах у людей да где тут торговец а ну-ка так доска доска вот она она при входе если поймаю того кто таскает яйца из моего курятника зарублю топором чтоб не говорили потому что я не предупреждал люди добрые не ешьте кошек это приносит ужасное несчастье когда я сварила бульон из нашей кошки для деток на другой день в поле вывернула ногу видно правду говорят что коты не чистые звери колдовские и с ведьмами милуются так что даже из могилы мстят за обиду деревья шепчут что хозяйки леса недовольны мы приносим им мало дров возносим мало молитв и часто опоминаем их цуи изменитесь люди проявите смирение и веру ибо если они нас покинут то мы все сгнеем в этих проклятых болотах люди добрые мне все время снится сон как будто я открываю рот и все мои зубы тут же выпадают и превращаются в личинок и взрываются в землю что значит этот сон он предвещает несчастье если знаете расскажите а вот задание слушайте слушайте на полях у нашей деревни завелось какое-то дьявольство только не дух и не призрак старый велем гробом матери клянется что это лишачиха знаю я одного лешего неприятная встреча у меня с ним была так что так это или нет только будьте осторожны на поле одни не ходите и без косы или граблей и подавно кому уже от лаги достанет прогнать чудище тот получит награду староста берем старик милко совсем рехнулся бегает по двору в одних подштаниках и орет всякие непристойности во всех кто подходит к забору швыряется грязью как водная баба лучше обходить его дом стороной если вы в чистом платье а где я не заметил грязью у меня никто не кидался к сожалению заказ понятно чума сифилис и гонорея я проиграл в гвин первую карту которую приготовил для профессора от имштейна теперь надо возвращаться в базовый лагерь у кривоухолых холмов и начинать все сначала а пока что обозначая на карте новые пункты он попал в рабочую группу профессора я начал исследовать вид матчей школы грифона базовым лагерем я быстро определил расположение нормально а ну-ка отслеживать если лишь от чиху рядышком лихачихи пока покажем покажи мне свои товары зубы мертвецов почечные камни надежные среди ага ух ты у тебя серебряное жерель есть дорогущий безделушки дорогущие но самое приятное что есть карты для гвинта грёбанная пихтура еще одна королевство севера о рубайлы есть шикарно есть и март тыс отлично покупаем это я тебе продам могу еще пару мячей хочешь продать покупать покупаем продаю ничего ничего не жалею а теперь мы с тобой поиграем еще в гвинт не хочешь сыграть в карты напас гвинт к примеру а следующий уже миссию выполним и в следующей серии так рубайлы они отправляются грёбанная пихтура ну все что по другим этим фракциям у нас ничего такого что я мог бы не заметить не проскочила интересного у меня три штуки вот таких кавалерий кстати можно их использовать вот все трое заходят бригада тоже втроем заходят в остальном же пока что не хватает о кстати подожди-ка выберите одну карту из вашего отбоя не героя и сыграйте ее немедленно классно тебя тоже можно назначить сюда ну то есть постепенно более-менее каких-то бойцов мы берем в эту колоду тоже лучник кайфовый здесь есть скоро может быть из нильфгард попытаюсь играть а пока продолжаем гнуть линию севера минус два отряда лишь надо сделать так обязательно шпион там четверки по-моему где-то еще были нет нет пятерки пятерки ну давай тебя убираем уйди ну ну ищ чё на не отдается е вот все не сразу мы друг друга поняли давай еще вот у меня есть пара шпионов ништяк 22 отряда все шикарно можно уменьшить количество уникальных чтоб вероятно шпиона прям повыше было рог пихтура ну два отряда ладно бойцы синих тоже два отряда сойдет есть артиллерия командный рог ну оставим давайте можно попытаться вот лучников заменить заменить блин два рога два единорога ну так себе вариант конечно ну погнали пихтура бой маловато то есть их когда толпа прикольно атака тоже два и он монстрами играет то есть когда их добраться добраться выше так конечно смотрится знатно ммм ну давай главное чтоб он не сжег сейчас потому что я на ближний бой с монстрами это не вариант противник спасавал не стал тягаться с ракет уже не потянет я могу чучелом убрать но тебя смысла нет убирать наверное хотя 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 есть под арту под это давайте а нет я не могу специально ну все тогда тебя возвращаем блин косяк возвращать никого нельзя иначе я проиграю вернись эх косяк я что-то не рассчитал шпион забавно к монстрам сейчас будет отправляться и еще один шпион похоже этот раунд я сейчас буду специально проигрывать да не вопрос у него шпион остался окей как будто знаешь что у меня есть артиллерия начнем давай с пехоты у меня все равно осталось не так много карт без лучники а у меня есть возможность сейчас ясный день сыграть мгла давай накидывай все мглу ужас хаос то есть элементарь себе делает хуже не последняя твоя карта теоретически я сейчас могу выиграть даже не улучшая погоду то есть закидываю суда закидываю вот сюда труба чистой и победа моя чё за карту дал туру ель туру ель туру ель туру ель туру ель зеленый ну ладно не столь важно сейчас мадмузель приветствую вас ну что друзья предлагаю продолжить уже все таки к ведьме двигаться в следующей серии да вот они не вопросики избушка и деревушка вдоль побережья можно было идти но это если что на обратном пути даже лишь лишь и чиху вот эту для начала еще забьем а потом займусь ведьмы в следующей серии до следующего видео друзья мои с вами был вирус и ведьмах всем добра пока